Скорпионы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить Тараскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы сегодня будем с вами с Таро Законопритяжения. Это колода оракульного типа. Она немного отличается от классики. Не только своим визуальным рядом, но и с позиции контекста толкования и трактования арканов. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно должны произойти в сфере работы, финансов, личной жизни, а также аркандует вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может проиграться однозначно для каждого из представителей знака Зодиака Скорпион. По той простой причине, что помимо Тараскопа по знаку Зодиака, многим из нас необходимо смотреть свой Тараскоп по знаку Асцендента на данной карте. Как его определить или вычислить? Вбивайте в Google «Рассчитать Асцендент». Вам выдаст программу, в которую вы вбиваете свои данные, а именно место, время и дату рождения. И смотрите, в каком знаке находится ваш Асцендент. Ну и так, давайте смотреть, что же вам приготовил в сентябре месяц. Так, это финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карты. Начинаем, как всегда, с общей атмосферы месяца. Так, на общую атмосферу месяца вам падает старший Арканжелец. Карта говорит о подписании договора, заключении каких-то контрактов, каких-то, не знаю, получении полномочий. Это карта протекции вышестоящего лица, либо помощи со стороны руководителя, отца, деда, просто влиятельного знакомого. Это карта обучения, тренингов, семинаров, повышения квалификации. Потому что жрец – это карта обучения, это наличие духовного наставника, путеводителя по жизни, просто мудрого учителя, мудрого товарища, советчика. И вот здесь, вы знаете, соблюдение традиций, соблюдение правил. Это в целом, знаете, следование своим собственным моральным и этическим принципам. Ну, посмотрим, как проиграется эта карта, на что она будет иметь, скажем так, отражение, на какую сферу жизни. Итак, что вас ожидает в плане работы? В плане работы четверка пентаклей. Во-первых, карта заработка, карта денег. Но на текущей ситуации, видите, я вам покажу поближе, написано password, то есть ввести пароль. Очень многое от вас скрыто, либо неявно, либо тайно. О чем это может говорить? Во-первых, для вас это может проиграться, если вы наемный работник. Это, знаете, как, мало того, что зарплата в конверте, это попытки откатов, попытки каким-то образом, не то, что нечестным бытем, да, но тем не менее, заработать денег. И, опять же, если вы ожидаете на должность, либо какое-то там повышение, продвижение, увеличение оплаты труда, очень много факторов от вас скрыты. Немногое вы знаете в текущей ситуации. Если на данный момент вы безработных уйти по собеседованиям, то вы не видите главного, вы не видите основной причины, почему вас не берут. И с позиции трудоустройства, если шанс, к сожалению, нет. Если вы наемный работник, как я вам сказала, ситуация стабильная, но без изменений. Если у вас свой бизнес, то это желание скрыть доходы. Особенно это желание, знаете, как вести черную бухгалтерию, либо скрывать это от налоговой, либо в целом какого-то, ну, нечестного, нечистого заработка. Так, далее, с позиции финансов. С позиции финансов на сентябрь, десятка мечей, карта крушения. Давайте я посмотрю, с чем это связано. Сейчас это проясним, что же здесь будет. Может, здесь просто будут какие-то крупные покупки и капиталовложения. Это может и так отыграться, да, что вы вынуждены будете тянуть какие-то финансовые обязательства. Ох, как! Ну, смотрите, вот здесь падает паж мечей и башня. Ситуация крушения. Вы загнаны в тупик. Загнаны в тупик в чем? Смотрите, иногда по карте башня, но тем не менее, не всегда, но иногда может проигрываться, как, например, взять кредит на покупку жилья. Тем самым вы вгоняете себя в ситуацию тупика, стагнации. Потому что здесь, вот по картам четко-то, знаете, как отдали все в последние до копейки. Понимаете, что придется на себя взять ряд обязательств, придется платить, и будет это вам очень тяжело. Или же в целом можете финансово прогореть, например, во что-то вложившись. Не знаю, сделав там ставки. Либо там вы, не знаю, там наставить на какую-то лотерею, скачки, все что угодно. Ситуация краха. Ну, давайте даже дотяну вам, что же здесь такое, с чем это сопряжено. Ну, вот видите, не учли каких-то теневых аспектов. Здесь могут быть ситуации долговых обязательств, которые с вас попытаются спросить. Ну, то есть пообещал, плати. И вот вы вот этих вот долговых обязательств будете бояться, как свои тени. Поэтому, что касается сентября, если вы понимаете, о чем идет речь, к чему предпосылки, готовьте себе финансовую базу заранее, либо умело распоряжайтесь своими финансовыми, дабы не вогнать себя в эту ситуацию стагнации, положения, постоянных опасок и страхов. Либо же опять, это может быть сопряжено с работой, когда вскроются ваши какие-то откаты, махинации. И, соответственно, вот по карте жрец, здесь изображен судья. Это, знаете, как попытка привлечь вас к ответственности. Может быть, еще таким образом. Так, с позиции здоровья. Ну, с позиции здоровья по четверке жезлов. Это хорошее стабильное самочувствие. Это прилив жизненных сил, эмоциональных. Это, в целом, сама по себе ситуация, когда вы чувствуете себя комфортно и умиротворенно с позиции здоровья. То здесь нет никаких перипетий. Это даже не будет влиять на ваш эмоциональный фон. То есть, вот эта вот ситуация для вас, она будет ожидаема. Что же с позиции личной жизни? У вас здесь падает Паш Кубков. Ну, давайте тоже уточним этот аркан. Объясню, почему. Потому что это карта новых перспектив, новых... Так, да, вот смотрите. С позиции личной жизни. Паш Кубков в связке с королем Пентакли. Вот это у вас ситуация, все-таки, да, может отыграться, как взять какой-то кредит на что-либо. Но, в частности, здесь может быть все-таки на недвижимость по башне. И вот с позиции личной жизни, это вот эмоциональные переживания, всплески по Пажу, Кубков. Из-за вот этой вашей финансовой стабильности, вот желания все выплатить, знаете, вот отдать. То есть, здесь могут быть ссоры в семье из-за финансов, на финансовой почве, на финансовой основе. Если вы уже на текущий момент, вы свободны, не состоите в паре и отношениях, то здесь Паш Кубков и король Пентакли могут отыграться, как новое знакомство с перспективным и состоятельным молодым человеком. Особенно земной стихией. Это телец, дева или козерог. Вот так вот. Так, дальше. С позиции совета. О чем нам говорят карты? Ну вот видите, впустите в вашу жизнь нечто новое, потому что здесь падает вот у нас Паш Кубков, ситуация эмоций, ситуация увлечений, ну каких-то новых-новых перспектив, шансов, деловых предложений, личных предложений. То есть, будьте открытыми, готовьтесь к чему-то необычному. Эмоции у вас здесь будут зашкаливать, ну какие-то новые волнения, новые перипетии, новые встречи. Что же вам советуют карты? Все-таки быть открытыми для контакта, выходить на связь, выходить, как бы не прятать свои эмоции, потому что они здесь зашкаливают, но тем не менее для вас они продуктивны. И соответственно будут продуктивны эти отношения. Все, что вас здесь может окорчить, это только финансовая сфера, но тем не менее все поправимо в этой ситуации. Все вы для себя можете решить успешно. Вот таким для вас вышел Тараскоп на сентябрь 2018 года. Отписывайтесь, пожалуйста, как он для вас проигрывается или не проигрывается. Давайте свою обратную связь. Буду вам очень признательна за комментарии. Ну а для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!